Свидетельство о том, как надо любить, как Христос сказал любить. До меня приходит женщина. Женщина, смотрю, настроение в ней не очень хорошее, подавленное настроение. Я ей даю календарик, который мы тут брали. Я раздаю календарик и всем говорю, читайте православные храмы, кресты, потому что у нас оно заведено. Вот так. Отче наш. О, спасибо, хорошо. Женщине даю календарик, она говорит, я не верю ни в Бога, не верю ни в черта, ни в кое не верю, мне никто ничего не может помочь. Я говорю, як вас зовут? Она Валя. Говорю, Валя, можно я помолюсь за вас? Давай. А женщина так лет на 15 у меня старше. Давай, молись. Я становлюсь и молюсь за ее семью, поднимаю руку. Это на площади, люди там все. Брат у меня был как раз в гостях из другой церкви, из независимых. Для них это новое, когда поднимаешь руки и молишься превосходно. И она с таким слушала трепетом эту молитву, а потом открывала душу и говорит, а это у меня осталось трое внуков. Вся семья погибла в Луганске. Понимаете, какое состояние. Мы до этих людей относимся, знаете, они не любят нашу часть Украины. По определенным причинам. А Бог каже, любите вы их и покажите, проявите для них любовь. И вот через вот эти брошюры, через вот эти календарики мы этих людей привлекаем на свою сторону. Бог сказал нам их любить, и мы их будем любить такими, как они есть. Они пострадали в этой войне, и много еще пострадает. А мы должны благоуствовать мир, так как Христос благоуствовал. Аминь. 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 Продолжение следует...